Здравствуйте! В эфире программа у книжной полки. Ее ведущая Наталья Казенцева. На следующий день после праздника Рождества Пресвятой Богородицы мы чтим память святых праведных Бога Отец Иоакима и Анны. Как говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин, еще продолжая праздновать Рождество Бога от Раковицы, Святая Церковь предлагает нам воздать благодарственную молитвенную память тем, кому мы обязаны появлением ее в мире. Это родители Пресвятой, Пречистой и Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы. Иоаким и Анна. Кто они? Как жили? Как сохраняли непоколебимой веру свою и надежду на Бога в то время, когда уже наметился упадок ее в израильском народе? Об этом для самых маленьких наших читателей рассказывает книга, которую мы предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве Никея и называется «Житие святых праведных Иоакима и Анны» в «Пересказе для детей». Мы продолжаем знакомить вас с книжной серией издательства «Никея», в которой собраны «Жития святых», талантливо изложенные современными писателями для детей. Как отмечают издатели, все книги серии созданы для семейного или самостоятельного детского чтения. На страницах книг собраны «Жития христианских подвижников», дающие живые примеры для подражания. Ярко показан характер каждого святого, трудности и испытания в его жизни и собственные слабости, которые святой преодолел. Каждый ребенок найдет в этой серии близкого для себя святого. Кроме того, красиво оформленные книги в твердой обложке с оригинальными авторскими рисунками могут стать прекрасным подарком ребенку на именины. Автор этой книги Мария Максимова родилась в Москве в 1960 году, училась в Российском государственном гуманитарном университете, который закончилась дипломом историко-архивиста. Второе высшее образование Мария получила в Литературном институте. Ее стихи публиковались в журналах «Юность», «Волга», «Крещатик», в антологии «Самыздат века». У Марии Максимовой вышло несколько книг, в числе которых житейные повествования, выпущенные издательством Никея в серии «Жития святых» в пересказе для детей. Это книги о Святой Блаженной Матроне Московской, равнопостальной царице Елене, преподобном Амбрусии Оптинском, великомученике Дмитрии Солунском и царской семье. И вот еще одно издание о праведных Иоакиме и Анне. Свой рассказ Мария Максимова предваряет такими словами. Что такое терпение? Мы то и дело слышим. Потерпений много, подожди. А как потерпеть и подождать, если нам хочется всего и сразу? И мы частенько сгораем от нетерпения. А бывает и так. Мы молимся Богу и просим об исполнении какого-нибудь благого желания. А оно все никак не исполняется. Тогда мы начинаем думать, или даже нам так говорят, что это наказание за грехи. И мы впадаем в уныние или отчаяние, теряем надежду, начинаем даже роптать на Бога. А все потому, что не можем потерпеть. А между тем, Господь слышит все наши молитвы, видит все наши скорби, знает все наши нужды. Медлит же с исполнением наших просьб потому, что не пришло еще время, или нам будет вредно то, о чем мы просим. Мы не знаем промысла Божия о нас. А Господь знает, что и когда лучше для нас сделать. И примером тому служит жизнь праведных Иоакима и Анны. Вот кто умел терпеть, любить и надеяться на Бога. Как повествует далее автор, святые Иоаким и Анна очень любили друг друга, нежно и преданно. Но более всего любили они Бога, и вера эта была для них главным смыслом жизни, наполняла их души светом и добротой. Они не кичились своим происхождением и достатком, не ставили себя выше других, жалели больных и бедных людей и помогали им, чем могли. И были рады, что могут делать добро. Одна беда, у них не было детей до глубокой старости, и всю жизнь они скорбили об этом. Время шло, и вот уже седина начала проявляться в прекрасных чёрных волосах Анны и в бороде Иоакима. Однако они понимали, что если их сокровенное желание родить детей не исполняется, то есть в этом высший, неведомый им смысл. Они принимали свою судьбу такой, какова она есть, не роптали и не обижались на Бога. Им приходилось переносить презрение и насмешки, потому что в те времена каждый иудей надеялся через своё потомство, быть участником в Царстве Мессии. Поэтому каждый иудей, не имеющий детей, был в презрении у других. Бездетность считалась великим наказанием Божиим за грехи. Как же так рассуждали соседи? Вот живут они в браке 50 лет, а детей не имеют. Не иначе, как в чём-то страшном, провинились они пред Господом и скрывают какую-то ужасную тайну. Бывало, шёл Иаким по улице, а за спиной слышал шёпот осуждения. Сердце его сжималось от боли, и возвращался он домой печальным. Ему было особенно тяжело, как потомку царя Давида, потому что из его рода должен был появиться Христос Спаситель. Но, как известно, Господь не оставляет тех, кто так был предан Ему. И Он дал благочестивым супругам дитя, о котором они молились столько лет. У Иакима и Анны родилась дочь, которая потом стала матерью Спасителя мира, Иисуса Христа. Новорождённой девочке было дано имя, указанное Ангелом Божиим, Мария, что по-еврейски значит «Госпожа», «Высокая», «Превосходящая», «Надежда». Подробнее об этом событии наши юные читатели прочитают сами на страницах этой книги. Нам и добавим, что недолго после рождения дочери прожили престарелые её родители. Исполняя данный Богу обет, они трёхлетнюю Марию ввели в Храм Божий. Прошло несколько лет, и 80-летний Иаким отошёл ко Господу. Анна, оставшись вдовою, покинула Назарет, пришла в Иерусалим и поселилась около своей пресвятой дочери при храме. Прожив в Иерусалиме два года, она спокойно умерла, когда ей было 79 лет. Иаким и Анна похоронены неподалёку от Иерусалима, в Гефсиманском саду под Елеонской горой. Завершая свой рассказ, автор отмечает, «Святые Иаким и Анна не совершали чудес, не понесли мученческих подвигов, а не несли иные скорби, скорби бесплодного одиночества и терпеливую надежду на Бога, которую они сохранили до старости. Терпением и надеждой стяжали праведные Иаким и Анна своё сокровище в земной жизни. Теперь и надежда уменьшалась радостью Рождества Девы Марии и стали залогом вечной радости в Боге. И нам заповедует Христос Спаситель. Терпением вашим спасайте души ваши». По словам Архимандрита Иоанна Крестьянкина, в старину того почитали несчастным, кто знает всё, но не знает Бога. И того считали блаженным, кто знает Бога, хотя бы и не знал ничего другого. В современном мире очень многие забыли о Боге и больше думают о том, как дать своим детям самое лучшее. Одеть, обуть, накормить, выучить. Не только читать и писать, но сделать из своего ребёнка гения. Конечно, еда, одежда и образование нам необходимы. Но нельзя, чтобы родительская забота ограничивалась только земными стремлениями, забывая о Душе, забывая о Боге. Об этом напоминают нам и жития святых, которые дают нам прекрасные примеры благочестивой и добродетельной жизни в Боге. Познакомиться с некоторыми из них можно с помощью детских книг, выпускаемых издательством Никея в серии «Жития святых» в пересказе для детей. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я на этом желаю вам интересного и полезного чтения. Прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok